приветствую это видео вопрос я потом еще вам сделаю опрос и сможете проголосовать но можете написать под этим видео ваше мнение смотрите это данные опроса социалистка группы рейтинг за там 23 24 июля ну соответственно этого года задали вопрос как видите вот смотрите два каверс вопрос 1 че хотели бы поехать за кордон на пассивные места проживания для тех кто не знает украинский перевожу хотели бы поехать за границу на постоянное место жительства постоянные не путать временно это не то что получается 90 процентов нет ни не хотят не хотят я что творится что творится но знаете что здесь самое прикольное я ну не могу не удержаться чтобы не показать смотрите этого данные предыдущие ну поймите время от времени социалистка группа рейтинг задает этот вопрос хотели бы переехать ну поставить черт потеряем временно это отдельно а постоянно это поменять гражданство я помню видео сделал который вы так посмотрели поругали ладно а ты там показывает смотрите видите смотрим это ну июль 2020 года да да коронавирус так дальше смотрит три шестьдесят девять процентов так сказать не а 27 хотим а сейчас только девять процентов до хотим ехать почему но вы искаете очень 18 ну тут разница почему с моей точки зрения сработал какой эффект эффект беженц ну понимаете так понимаю когда часть людей действительно побывала за границу и бросать эти события посмотрела и сделал для себя вывод что у нас лучше даже несмотря на войну смотрите есть конечно некоторые вещи которые лучше за границу спорить не буду не спорю да но есть некоторые вещи которые за граница ну как вы сказать раздражает из там жить постоянно но первое это налоги ребята я знаю знаю что вы все любите платить налоги но когда вы пообщаетесь с немцем или узнать как он платит вы сначала думаете что он прикалывается в том пони это не прикалывается а потом когда вы узнаете что он оказывается берет кредит чтобы поехать отдохнуть на болтон после этого понимаете что что-то странно да не ну поймите ну каждом стране свои нюансы да sky от вы знаете у них там такие классные вагоны ну просто объясняю чем ситуацию был такой ситуации что мы путешествовали ну как бы есть такой вид туризма когда ты каждый раз ездишь на общественном транспорте то есть не на автобусе вообще да да поехали там такая группа интересная была да в основном конечно я немножко постарше был там помоложе народ а потом так получилось что ну сидим и это не фаль ой класс ну действительно если сравнить вагон немецкий железных дорог как там и наш не спорю французский же карен обалдеть обалдеть но когда они узнали сколько ну пойти как вот ты когда же едешь ты заплатил и как-то ты психологически не чувствуешь а когда вот беседу затеяли а тут объяснил им ну который за что в ну во первых нам чертовски повезло почему потому что там есть скидка на скидке плюс мыши за счет то что мы там туристы там 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 ушли а если покупать вот так когда они узнали знаете такой стопор полный стопор они никогда не представляют что так может дорого стоить да хотите таки воду как в германии платите да богато платит и богато платит даже для немцев это дорого и вот этот нюанс когда люди там немножко почувствовали плюс я так понимаю некоторые вернулись начали рассказывать и тут конечно такой шок шок ну наверное по детству какая ситуация мои видео тоже повлияли когда я говорю везде хорошо где нас нет но ребята поймите в каждой стране свои плюсы и минусы вы можете найти массу плюсов в украине массу минусы в украине массу плюсы в испании минусу однозначно но не бывает идеальных не бывает что есть вот видите сейчас 90 процентов не за что ну понимаете когда они задавали вопрос они естественно говорили что мы не имеем ввиду вот сейчас варим войны а вообще обмышкой война заканчивается есть возможность уехать на постоянное место жительства за границу пометия когда вот то просто какие дела там задают ну не сейчас отдавать и человек говорит что нет не хочу хотя девять процентов да но я так понимаю тут даже к ситуация ночью а мы там родственник за границей я поеду да не спорю но обращаю ваше внимание 2020 таких которые хотели свалить помните как вы так все вот говорю мало мало перечень меньше а теперь работе возвращаемся ну два задали очень таких классный видите ли по работе за границу но то что постоянно обсуждаем обсуждаем то хотите ну данном случае 70 процентов дня 28 за но один процент не туда и сюда но всегда всегда есть при вопросах кто-то не может ответить хочет он не хочет теперь смотрим когда я возвращаюсь 18 видите было 29 хотели 19 38 ух ты ведь как-то 36 но хотели поработать за границей хотели хотели потом 35 а сейчас 28 упал не еще раз говорю здесь не стоит цель что вы не можете выехать ну вопрос стоит там вот вы можете выехать вот просто вы можете поедете ли вы работа за границей вопрос так ставил не то что сейчас что да нет нет видите больше нет ну здесь опять же сработал тот немножко эффект когда люди узнали как зарплаты за границей ну честно говоря ребята я понимаю что этот миф пару 5 тысяч евро да да он популярен и рассказывает пересказывает плюс ко всем начинаете вот мой кум поехал дай ему по 2000 евро платят он там работает обычным сварщиком а мой кум вообще на клубнике там 10 тысяч евро за день зарабатывать ну вы понимаете фантазии растут растут нет я не спорю на зарплаты ниши не спорю абсолютно не спорю через зарплаты там выше там же не только зарплата влияет вот влияет и условия работы и ночью влияет там куда я не спорю что вы знаете что есть за призываю надо наращивать эксперт рабочей силы по этой причине нашим 70 стел в другой стороне что хотят поехать но ну еще нюанс но поймите конечно сейчас и слове паршивенькие война но поймите правильно мы поняли что наша башечка есть там нет а наши башки можно столько урвать урвать что там годами работать так что вот такая ситуация еще раз говорю я потом сделаю опросы не переживайте опросы сделал так дальше это самое но пока на сегодняшний момент я вам сделать видео можете здесь написать свои комментарии высказать свое мнение так дальше а будут опросы в сообществе опрос тоже я не могу себя засунуть просто вы проголосуете скажите вот вы как собрались уехать или нет или вы хотите работать за границей или нет вот мы тогда всех вас и посчитать ладно пока так хочу то все еще раз до свидания